Ford рассказал о мощности моторов нового Mustang. Chery рассекретила флагманский кроссовер Tiggo 9, а в России представили рестайлинговый Chang'an CS35+. Здесь неделя на колесах, с вами как всегда, Катя. Поехали! Ford продолжает потихоньку раскрывать подробности о новом поколении Mustang. Машину рассекретили еще в сентябре, но тогда публику подразнили фотографиями внешнего вида и интерьера, а про технику и моторы сказали только общие подробности. Например, не стали скрывать, что седьмое поколение Mustang'а – это глубокая модернизация предыдущего, шестого, что и так видно по общим пропорциям машины, да и по моторам тоже. В сентябре Ford'овцы подтвердили, что базовым станет все тот же EcoBoost на 4 цилиндра и 2,3 литра, но и V8 семейства Coyote на 5 литров останется в линейке. Ну а теперь они рассказали, что со сменой поколений Mustang станет мощнее, правда, немножко. Начальный мотор с четырьмя цилиндрами и турбиной прибавит совсем чуток. У него будет не 314, а 319 лошадиных сил. Вдобавок его больше нельзя будет заказать с ручной коробкой передач. Этого и так никто не делал, поэтому ненужную версию вычеркнули из списка. Так что единственный вариант коробки здесь – 10-ступенчатый автомат. Ну а мотор V8 на 5 литров по-прежнему будет доступен и с автоматом, и с механикой. И мощность у него подросла заметнее. Здесь уже не 456, а 487 лошадок. А если заказать опциональный управляемый выхлоп с прямоточным клапаном, то мощность составит уже 493 лошадиные силы. У самой мощной версии Dark Horse, то есть темная лошадка, тот же V8 выдает 507 лошадиных сил. Но в нем уже поршневая и валы от старой компрессорной версии Shelby. Так что этот мотор вполне готов к дальнейшему тюнингу. В Китае шпионы давно засекли самый большой кроссовер Cherry, которому пророчили имя Tiga 9. Предсказания сбылись, машину действительно называли так. На прошлой неделе Cherry внесла в базу китайского министерства фотографии новой модели. И теперь можно взглянуть и на внешность, и на технические показатели. Кроссовер будет довольно крупным – 4,8 метра в длину. То есть примерно как Kia Sorento. У него модные выдвижные ручки, а в салоне не менее модный общий блок экранов, приборные панели и мультимедиа. Само собой, при таких габаритах машина будет семиместной. Мотор пока заявлен только один на 2 литра с турбиной, а выдавать он будет 254 или 261 лошадиную силу. Коробка передач пока точно неизвестна. Предполагают, что это будет 8-ступенчатый автомат. Из той же серии догадок и наличия полного привода, который в Китае покупателям не нужен. А вот на экспортных рынках пользуется спросом. Учитывая, что Тига 9 мы можем ожидать и в России, для нас машина представляет интерес. Правда, интерес вызывает и ее потенциальная стоимость. Ведь топовый полноприводный Тига 8 Pro Max у нас стоит дороже 4 миллионов рублей. Чанган выдает в России новинки одну за другой. На прошлой неделе мы рассказали про CS55 Plus нового поколения, а теперь нам представили его младшего брата. Рестайлинговый CS35 Plus. После обновления его наверняка перестанут путать с Volkswagen. У кроссовера новая оптика и бамперы, а сзади теперь гордый двухствольный выхлоп. Из более интересных новшеств стоит отметить турбомотор. Раньше маленький Чанган у нас предлагали только с атмосферником на 1,6 литра и 117 сил. Но теперь есть альтернатива. 1,4 турбо на 150 лошадок. Оба мотора в базе сочетаются с ручной коробкой на 5 ступеней. А вот автоматы у них разные. Атмосфернику положена 6-ступенчатая гидромеханика, а турбомотору 7-ступенчатый робот. Правда, на старте продаж машин на турбине с механикой не будет, они появятся попозже. А полный привод не появится совсем. Все версии CS35 переднеприводные. Комплектации у нас будут богатые, но и цены заметно подросли. До рестайлинга базовый кроссовер стоил чуть меньше 2 миллионов, а самый дорогой 2 миллиона 160 тысяч. Теперь самая дешевая версия тянет на 2 миллиона 380 тысяч, а та что подороже на 2 миллиона 430 тысяч. Причем непонятно, кто будет покупать первую версию, учитывая, что за 50 тысяч ты получаешь панорамную крышу, адаптивный круиз, кожаный салон, беспроводную зарядку телефона, боковые шторки безопасности и подогрев заднего дивана. Как всегда, одной строкой о самых красивых машинах прошедшей недели. Голландская марка Dunker World представила новый спорткар F22. Раньше модели Dunker World уходили корнями в Lotus 7, а вот F22 полностью новая модель. Но концепция все та же. Открытый кузов, открытые передние колеса, длиннющий капот, водитель сидящий на задней оси и двигатель Audi на 5 цилиндров. 2,5 литра и 500 лошадиных сил. Коробка передач ручная, привод задний. То есть, Dunker World это воплощение классического спорткара. Наш дизайнер Никита Чуйко подготовил порцию свежих рендеров. Рестайлинговый Mercedes E-класса он рисовал уже дважды, но теперь появились новые подробности. Фары у нового Мерса будут изогнутыми снизу и с двойными светодиодными секциями, которые отсылают к старым глазастым моделям. Второй прогноз Никиты – рестайлинговый Kia Carnival. Здесь тоже изменится прежде всего оптика, но изменится сильно. Причем и спереди, и сзади. На десерт – рендер обновленного BMW X6M. Он и до этого был похож на бульдозер, а теперь у него будет нижняя челюсть, как у Супермена из комиксов. Ну и к нашим публикациям. Алексей Кокорин продолжает рассказывать об электронном ПТС. Как переоформить машину с таким паспортом и почему электронный ПТС хоть и содержит на порядок больше информации, чем бумажный, но все равно оставляет загадки о машине. Обо всех нюансах читайте в материале. Михаил Баландин рассматривает причины того, почему могут отказывать катушки зажигания. И единые, и индивидуальные катушки зажигания страдают от одних и тех же проблем. А обо всех них рассказывает Михаил. Михаил Кзовский подводит итоги года на рынке автозапчастей. Цены постепенно снизились и большого дефицита нет. Но значит ли это, что и проблем тоже нет? Не совсем. На этом сегодня все, друзья. Все ссылки на материал вы, как обычно, найдете под видео на ютубе. С вами была Ниделя на колесах и Катя. Увидимся в следующем выпуске. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok